Трубопровод Без отопления не остается ни одна многоэтажка в городе, однако по-прежнему есть дома, в которых занижены параметры тепла из-за повреждений на трубопроводе. В плане работы 18 домов, одна магистральная сеть и одна котельная. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин отмечает, работа по восстановлению подачи тепла ведется круглосуточно. Специалисты контролируют все до мельчайших деталей. 1435 домов все в Химках прошли ногами, то есть еще раз проверить, что, как и так далее. Мы работу не останавливаем, у нас на каждый день формируется план, потому что сейчас уже эта работа более простая, более интересная. То есть мы либо устанавливаем байпас, либо регулируем ЦТП, но это уже идет без отключения теплоснабжения в домах. Жители тех домов, где в начале отопительного сезона наблюдались особенно острые проблемы, отмечают, все восстановлено. Все работает. В ВВС или отопления есть, не звонит. Соседи у ваших все раздушно. Администрация Химок ежедневно контролирует ход восстановительных работ. На Панфилова-3, например, устраняют утечку на трубопроводе. Здесь имеется технологическое нарушение, обнаружено повреждение теплового ввода диаметром 133 на прямом трубопроводе. Будем устранять. Нам поступает заявка на нарушение качества теплоснабжения. Мы реагируем в этот же день. Замглавы по вопросам ЖКХ Денис Юрков вместе с жителями обсудили, как ликвидируют аварию и другие коммунальные вопросы. Собственники попросили передвинуть контейнерную площадку, а также заменить стояки водоснабжения. Доброжелательная обстановка была. Чувствуется, что люди пытаются нам помочь. Чувствуется, что они хотят быть полезными нам, жителям нашего дома в частности. Ну и я рассчитываю на то, что они действительно сделают свою работу, ведь они стоят на защите наших с вами интересов, жителей города. Здесь необходимо будет провести общее собрание собственников данного дома, где мы тоже поможем, окажем содействие, сформулируем все вопросы, правильную форму составить. Ну и в дальнейшем возьмем работу, это уже будет с коллегами на уровне фото-кактинального ремонта отрабатывать. Несмотря на заметное улучшение обстановки с теплоснабжением в округе, оперативный штаб продолжит работу до конца отопительного сезона. Нина Липанова, Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров и Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.